В Москве есть один рынок. Обычные торговые ряды, где разномастные южане продают фрукты, овощи и всякое барахло. Там вечно толпится народ, и лишь вечерами, когда рынок пустеет, с окрестных высоток можно разглядеть необычный узор, образованный прилавками и павильонами. Этот узор заметен не сразу, но разглядев его, ты поневоле поддаешься странному очарованию. Порой кажется, что это гигантский иероглиф давно забытого алфавита, начертанный на земле рукой неведомого божества. Порой, что это некий магический лабиринт, выстроенный для какой-то странной и, возможно, недоброй цели. Иногда в этом узоре чудится портал, вход в иные миры, а временами возникает чувство, что весь этот узор — колдовская печать, долженствующая скрыть от глаз нечто очень-очень важное. Влеком и любопытством ты можешь бесконечно бродить по этому рынку или рассматривать его со стороны, пытаясь понять скрытое предназначение его ли. Главное — не расспрашивать торговцев и охранников, выясняя, кто же это спланировал и построил его так. И уж тем более не надо лезть в архивы, пытаясь искать в них ответ. Ты выяснишь, что на бумаге этого рынка вообще нет. И никто ничего не знает о нем толком. А потом, потом тебя найдут мертвым в собственной кровати с неестественно вывернутыми конечностями и гримасой ужаса на лице. А на теле не будет никаких следов насилия, и дверь, и окна окажутся запертыми изнутри, и дело закроют. Если ты достаточно уборен, ты можешь набросать схему этого рынка и потратить много-много вечеров, просматривая спутниковые снимки нашей земли, отыскивать нечто подобное. Возможно, тебе повезет. И ты отыщешь какой-нибудь парк в Англии, промзону в Нигерии, систему растительных каналов в Аргентине или рисовые поля во Вьетнаме. Не исключено, что ты даже отыщешь нечто новое. Но к разгадке тайны ты не приблизишься ни на шаг. Кстати, не стоит даже пытаться наводить справки на форумах, и тем более опубликовать в сети цикадочные, по-твоему мнению, слинки, поисковики и форумы. Они ничего тебе не дадут. Все выложенное тобой в интернет исчезнет. Так же, как однажды ночью, из твоего слишком любопытного тела, в пьющегося судорога, исчезнет жизнь. Откуда я обо всем этом знаю? У нас было четверо друзей. Когда-то трое уже мертвы. За несколько лет поисков я превратился в задернанного неудачника без работы компании девушки. Три жизни и сломанная судьба – это большая цена за разгадку, к которой я не приблизился ни на шаг. Здесь я лишь хочу выговориться, а не совершаю самоубийство. ведь я по-прежнему ничего не знаю. В моей истории я намеренно допустил несколько неточностей, предназначения которых спить вас с толку. И разумеется, в ней нет никаких скрытых подсказок или шифров. Я надеюсь, вы понимаете, что я говорю совершенно искренне. Так что спокойной ночи вам и на всякий случай прощайте.